Всех приветствуем, и мы с вами снова в Дагестане на экскурсии, которая началась на Сулакском каньоне, продолжилась на базе глав рыба, и продолжается далее наша последняя третья локация, уникальный заповедник Дагестана, это бархан песчаный бархан сары кум, который в переводе означает желтый песок. Как он образовался, кусочек пустыни среди дагестанских гор, горных рек и вблизи Каспийского моря, всего в 18 километрах от столицы Дагестана, города Махачкала, не знает никто. Есть множество легенд красивых и есть предположения ученых, но это остается таким загадочным местом, не посетить которое мы просто не могли. А пока из не вошедшего в предыдущий ролик, мы показываем вам кусочек опять нашего путешествия на глав рыбе, на форелевом хозяйстве, и показываем как Исмаил купил корм для рыбок, их покормили, смотрите как кишит рыба, какие кадры. И уточки тут же рядышком хотят кушать. Приплыл такой грозный товарищ лебедь, что даже Исмаил немного его стал опасаться. Вот сейчас мы увидим Исмаила и Олега. Это была локация глав рыба. Дальше мы следовали в Сарыкум, то есть доехать туда можно только на машине. Никаким общественным транспортом, конечно, туда не доедешь. Легенды о том, откуда все-таки взялся песок, пустыня, в которой снимался знаменитый фильм «Белое солнце пустыни», товарищ Сухов, все помнят. Это было именно там, откуда же он взялся, посреди гор. Наверное, надуло ветром, считают ученые. Но там есть еще версии вулканического происхождения. А вот люди Дагестана слагают разные легенды. В том числе одна из легенд очень романтическая, мне понравилась. Юноша, влюбленный в красавицу девушку, которую отец не хотел выдавать за него замуж, поручил ему носить песок с берега Каспийского моря и принести его столько, чтобы с высоты горы этого песка была видна его сакля. Тогда бы он поверил в любовь этого юноши Булата к девушке. Ну и вот таким образом образовался этот бархан. Булат наносил этот песок. Единственное, что когда он уже увидел свою девушку возлюбленную, она была немолода, и он тоже. Но все-таки любовь восторжествовала. Вот такая прекрасная история. А вообще бархан очень огромный, высота его 250 метров, что это второй по величине бархан, и выше его только в пустыне Сахара. Продвинуться туда можно по мостику, наверху есть смотровая площадка. Далее ходить не рекомендуется, потому что животный мир пустыни не очень-то, скажем так, ну он просто опасен. То есть там есть змеи, это песчаный полос, песчаный удав, гюрза, которая ядовитая, ну и другие неприятные животные. Хищные птицы, которые находятся в Красной книге, грифы, стервятники. Ну, люди гуляют по смотровой площадке, вот здесь рядышком снимаются на песке. Смотрите, какая красота. Такое впечатление, что вы попали на планету Марс. Бархан имеет четыре вершины, песок раздувается ветром, эти вершины могут менять свои ориентиры, но в целом бархан остается неподвижным. Вот такая красота. Там очень жарко. Это мы пришли с бархана и сидим, пьем чай в чайхане. Очень устали, очень было жарко, захотелось так купаться. Но чай хорошо утоляет жажду, как мы знаем. А далее мы следуем на пляж к морю. Вот Олег с сахарком пьет чаек. И следующий наш ролик будет посвящен разным пляжам Махачкалы и прилегающего города Каспийска. Ждите и все увидите. Море, оно прекрасно в любую погоду. Но бархан – это тоже чудо, которое стоит посмотреть. Надеюсь, мы вас в этом убедили. Всем пока, друзья, и до новых встреч!